Дорогие люди, всем огромный привет! Сегодня с вами поговорим, как научить ребенка собирать лего. Я вот взяла вот такую простую базовую модель. Это Лего Сити. Я покупала вот этот набор Толи, когда ему было 4 с небольшим. И вот первые примерно вот такие 3 простые набора мы с ним собирали вместе. Потому что очевидно, что когда вы даете ребенку какой-то навык, первое время вы должны будете ему помочь. Вы должны будете его научить, как читать инструкцию, как подбирать детали, как удерживать это в голове. И вот сегодня я поделюсь с вами своими размышлениями по этому поводу. И сначала небольшое такое лирическое отступление, потому что мы должны с вами понять, а зачем вообще нам нужно это делать. Во-первых, сразу такой вот контраргумент для тех, кто думает, что если мы учим ребенка собирать лего по инструкции, а он при этом по инструкции собирать не хочет, а хочет что-то фантазировать, то таким образом мы будем лишать ребенка фантазии, его творческих каких-то начинаний и так далее. На самом деле это абсолютное утверждение, которое не имеет под собой никакого обоснования, потому что умение собирать по образцу, умение следовать инструкции никоим образом не отражается на фантазии ребенка, кроме как в положительную сторону. Представьте себе, что вы вдруг ни с того ни с сего решили сочинить танец или решили сочинить мелодию, не оплатая при этом абсолютно никакими знаниями в этой сфере. Очевидно, у вас это не получится. Для того, чтобы сочинить какой-то танец, прям хороший танец, или какой-то средненький танец, вам нужно выучить какие-то связки, какие-то наборы движений, вам нужно быть подготовленным к этому. И так к любому процессу. Для того, чтобы на самом деле начать что-то творить, фантазировать, размышлять, для того, чтобы что-то создавать, нужно в этой теме как-то вращаться, как-то в этой теме разбираться. Это очень важно. И то же самое, когда ребенок у вас соберет несколько наборов по схеме, вы увидите, что все, что он потом будет фантазировать, это будет наделено совершенно другим смыслом. Это будет иметь больше деталей, это будет больше походить на какую-то задумку, а не на что-то, да, такое, прям слишком фантазийное, к чему невозможно даже никакие подобрать описания. Поэтому фантазию это никак ребенку не испортит. К тому же вы можете абсолютно после того, как вы собрали какой-то набор по схеме, отдать его ребенку в свободное пользование и потом уже фантазируй, что хочешь. Но нам нужно дать ребенку именно навык, умение читать схему, умение читать инструкцию, работать по инструкции. Это то, что поможет ребенку, во-первых, в процессах обучения, когда он пойдет в школу, потому что там нужно будет выполнять задания, выполнять задания в определенной последовательности, читать инструкцию к этим заданиям. И это то, что будет должен делать ваш ребенок самостоятельно, в идеале, а не под ваши подсказки, когда вы до пятого или до шестого класса делаете с ребенком уроки. Это первый момент. Второй момент. Этот навык очень важен в жизни, потому что когда лично я сталкиваюсь со взрослыми, которые в принципе не способны заполнить договор, прочитать этот договор. Вот, девчонки, серьезно, мы когда пришли на собрание в школу, и сидит 30 здоровых тетенек, 30 мам, которым учитель диктует, что им вписать в договор на оказание платных школьных услуг. Но это же бред. А это повсеместно. Люди, взрослые люди совершают ошибки на работе, не могут выполнить какие-то элементарные инструкции, не могут ознакомиться с этим. И за счет этого потом же мы с вами страдаем от некачественного обслуживания, от того, что люди некачественно выполняют свою работу. А потому что они просто не умеют выполнять по инструкции, выполнять по схеме. Начинается полное отсебятие, которое ничего хорошего не несет. Не путайте это с фантазией. Фантазия это одно, но неумение просто следовать инструкции, это совершенно другое. Поэтому, как мы будем начинать учить ребенка? Вы берете какой-нибудь наборчик, лего. С 4 лет это можно уже вполне свободно, легко учить. Вы можете все распаковать, разложить по деталям. Вы можете первое время ребенку детали подавать. Или если у него самого вызывает какие-то затруднения, поиск деталей. То тогда вы говорите, смотри, нам нужна с тобой вот такая деталь. Давай ее искать. Вы ее нашли. Вот такую проверили. Все, отлично. Переворачиваем страницу. Смотри. Теперь нам нужна с тобой вот такая деталь. А вот таких деталей, обрати внимание, нам нужно с тобой две штуки. Давай их искать. Вы подготавливайте. Если у вашего ребенка слабое зрительное восприятие, вы ему немножечко помогаете, не указывая на детали, а отодвигая совсем неподходящие, чтобы у него не распылялось внимание. Потому что если у ребенка фрагментарное зрение, если зрительное восприятие слабенькое, помогите ему. Но помогите, не оказав медвежью услугу, не сделав за него, а просто немножечко расчистив пространство. Нашли. Давай посмотрим, куда их нужно поставить. Давай посмотрим. Одну сюда. И вы прям ребенку показываете. Вот так. Давай. Вот сюда. Вот сюда. Если уже ребенок устал, и все, вы дальше уже не можете, потому что вы не привыкли по большим каким-то объемам работать, то тогда вы говорите, ну, отлично, остальное давай завтра, или остальное давай через часик, когда ты отдохнешь. Но мы уже этот набор не даем, пока вы его не дособерете, мы его не даем в свободное пользование, потому что нам нужно ребенка научить работать по схеме. И здесь уже только ваши детско-родительские отношения. Когда говорите, нет, ну, вот с этими можешь играться, фантазировать. Вот этот мы собираем по схеме. Будешь готов? Подходи. Да, и потом мы продолжаем. Вот давай смотри. Вот этот у нас уже шаг есть. Теперь нам нужен третий шаг. Вы можете ручечкой отмечать, сколько вы шагов сделали, если вы будете на несколько дней это все растягивать, если вы ребенка только приучаете, потому что работа с Лего, что она нам дает? Она учит ребенка действовать по схеме. Она учит ребенка планирование, выстраивание этому плану. Она учит ребенка усидчивости. Эта работа развивает прекрасное внимание. И эта работа, помимо всего прочего, как раз дает ребенку насмотренность в сфере конструирования и развивает ребенку фантазию. Чем больше насмотренность в любой сфере, тем больше потом вы можете отдавать, тем больше потом вы можете фантазировать. И вот так вы проходите каждый этап. Самое главное, чтобы вы не делали ничего за ребенка, потому что он еще параллельно будет развивать мелкую моторику и будет развивать пространственное восприятие, потому что ему нужно понимать, где какая деталь крепится. То есть вы ему можете подсказать только на словах. Посмотри, обрати внимание. Если обнаружили ошибку, говорите, давай проверим, так у тебя или не так. Посмотри внимательно. Прям берете. Почему я люблю, например, лего, именно такое классическое? Потому что в них инструкции хорошие. Еще есть китайские аналоги, в которых тоже хорошие инструкции. Я покупала несколько наших российских аналогов, и там инструкции все намешаны, все на одной страничке. То есть вы можете брать любой вариант, любой набор, потому что сейчас лего, насколько мне известно, не продается в России. Но есть прекрасные китайские аналоги. Нам самое главное, чтобы была хорошая инструкция. И вы сравнивайте. Посмотри, так у тебя или не так. Посмотри, так правильно ты сделал или не сделал. Переходим к следующему этапу. Переходим. Давай карандашиком отметим, что это мы сделали. Теперь тебе нужно найти вот эти детали. И мы так с тобой, смотри, мы собрали с тобой огромную, классную, красивую машину. И потом вы уже вот эту машинку можете отдать ребенку свободное использование, и пусть он уже там меняет, на ней бампера, переставляет все, что хочет на ней делать. Нам нужно дать ребенку именно навык составления по схеме, навык работы по схеме. С какими проблемами вы здесь можете столкнуться? Первое, это то, что будет ребенок психовать, нервничать и отказываться выполнять работу. Девчонки, здесь, тогда мы будем говорить либо о том, что у вас не выстроены детско-родительские отношения, и тогда работа с Лего, это не самый актуальный сейчас для вас вопрос, потому что без налаживания детско-родительских отношений у нас в принципе не может получиться никакого обмена опыта с ребенком. А в этом цель родительства, да, мы должны стать наставником для своего ребенка, которому он будет прислушиваться, мы должны стать авторитетом для своего ребенка, не человеком, который будет наказывать, не человека, который будет действовать по методу кнута или пряника, а человека, который будет пользоваться уважением за счет своего опыта, за счет своего жизненного, да, жизненных каких-то идеалов, ценностей, с которым захочется поделиться и у которого захочется брать. Поэтому в первую очередь детско-родительские отношения мы тогда налаживаем. Второе, что может не получиться, почему ребенок может психовать и дергаться не хотеть, потому что у него нет привычки заниматься, привычки, кусичивости нет у этого. Это то, что нарабатывается постепенно, это тоже, о чем мы с вами постоянно говорим. Если вы только начинаете заниматься, будьте готовы к тому, что первый день вы можете три детали поставить, второй день четыре. То есть это то, что будет у вас нарабатываться со временем, потому что сразу, если вы раньше не занимались совершенно, сразу невозможно усадить ребенка и полчаса с ним просидеть, что-то конструируя. Поэтому тоже этот момент учитывайте. Какие у нас еще могут быть сложности? С тем, что ребенок не будет видеть, куда поставить, или не будет находить детали. Если ребенок не будет находить детали, опять же, я вам тогда предлагаю помочь. Но как мы помогаем? Мы либо убираем совершенно лишние детали, либо подбираем три детальки, примерно похожих на ту, которую нужно найти, и даем ребенку на выбор. А посмотри, какая из этих трех. То есть мы сокращаем ребенку круг поиска, но все равно выбор должен оставаться за ним. И уже из трех ребенку будет проще находить. Если ребенку тяжело выстраивать по месту, то тогда вы ему прям пальчиком показываете. Смотри, эта деталь вот здесь стоит. То есть вы прям прилагаете эту модельку и говорите вот здесь или вот здесь. А вы ему тогда предлагаете альтернативу. Посмотри, вот здесь или вот здесь стоит деталь. И ребенку, опять же, проще тогда сориентироваться и повернуть деталь нужным образом для себя. И таким образом мы приходим с вами к тому, что ребенок через две модельки, через три модельки, он может уже собирать самостоятельно. И вы ему уже подарите или принесете какой-то наборчик, спокойно отдадите, и ребеночек займется сам. Самое главное, что вы в нем зародите вот этот вот интерес. Потому что то, что ребенок может создавать, когда он может из кучки деталей создать что-то потрясающее, во что можно поиграть, это его развивает и самооценку, и поднимает ему вот этот вот настрой на игру, настрой на работу. Поэтому, если есть вопросы, задавайте, я с удовольствием с вами на эту тему пообщаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!